Это просто пластик, а это Альфа-Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Смартфоном, стикером или онлайн. Решай сам. Получайте кэшбэк 10% на всё с Альфа-Пэй и платите как удобно. Любым смартфоном. Не просто выгодно, а альфа выгодно. Серёга А4 пропал с канала уже как полгода и его нету больше в роликах. И это меня очень расстраивает. Да, меня тоже расстраивает, как и многих подписчиков канала А4. Блин, куда делся Серёга? Да, в интернете уже десятки тысяч комментариев с вопросом о том, куда пропал Серёга А4. Это один из главных вопросов в интернете в целом сейчас. Мы начали своё расследование, куда же пропал Серёга. И у нас есть несколько весомых доказа... улик, улик. Улики у нас действительно весомые. Во-первых, Серёга пропал с канала 8 апреля. И ровно в этот же день он опубликовал в своём телеграм-канале пост о том, что он уходит в небольшой отпуск, а после вернётся обратно к съёмкам и будет появляться в роликах. Но прошло уже полгода. А Серёге до сих пор нет. Да, это очень странно. И вторая улика связана с его днём рождения, который был совершенно недавно. Очень странно то, что Серёга отпраздновал его очень тихо и спокойно в кругу своей жены и собаки. Обычно все в команде А4 устраивают вечеринки, какие-то громкие мероприятия, а тут всё тихо и спокойно. А также у нас появилась зацепка, которая вызывает подозрения о том, что Серёга вообще никогда не вернётся на канал А4. Понимаете? Всё серьёзно. Ведь на своих стримах Серёга действительно стримит, и это единственная его активность после пропажи. И на своих стримах он говорит, что стримит из офиса А4. Всё хорошо. Вот. Сижу, есть что-то, кто не заметил. В офисе у нас в А4, потому что ещё я дома не купил компьютер и камеру и так далее. При этом ни в одном стриме никто не появился из его окружения. Не появился в кадре ни Глент, ни Реви, ни сам Влад. Вообще никого. Как будто бы он не в офисе А4. Последняя и сомнительная улика это то, что на канале А4 появился новый персонаж по имени Марк. Многие подписчики считают, что Марк причастен к исчезновению Серёги. Но я считаю иначе. Потому что Марк такой персонаж очень добрый, позитивный. И он бы никогда не поступил в своих целях выгонять кого-то из команды. Да, я думаю, что Марк вряд ли корыстный и не стал бы как-то подставлять Серёгу. Поэтому это сомнительная такая улика. Именно поэтому мы начали наше масштабное расследование, которое мы собираемся довести до конца. Мы хотим найти Серёгу А4 и вернуть его обратно в его команду, чтобы он продолжил сниматься в видео. Но нам нужно больше детективов. И я имею в виду именно вас, ребят, подписчиков, ребят, которые подписаны на канал. И если вдруг ты ещё не подписан на наш канал, обязательно присоединяйся к нашей банде расследования. И тогда ты поможешь в нашем деле. Ведь чем больше подписчиков будет у нас на канале, тем больше шансов найти Серёгу А4. О, смотри. Пеня, ты что-то нашёл? Пойдём посмотрим. Смотри, Пеня открыл стрим Серёги. Да. Пеня, ты гений. Молодец, дружище. Нам действительно нужно сейчас поподробнее изучить стримы Серёги, потому что там, я уверен, мы найдём новые улики и узнаем, куда он пропал. Так, давай сюда. Погнали. Мы пересмотрели абсолютно все стримы Серёги А4, потому что их тоже было не так и много, но в каждом стриме было то, за что можно было зацепиться. И, к счастью, мы нашли несколько зацепок, которые действительно нам помогут отыскать Серёгу и разобраться, куда он пропал. Мы готовы предоставить, ребята, вам новые улики зацепки по поводу Серёги. Смотрите, во-первых, шапка. Шапка динозаврика. Вот она, вот эта шапочка, которой стримит Серёга. Её действительно можно увидеть на студии А4. Она светилась в последнем ролике, в котором участвовал Серёга. Вот этот момент, и вы видите ту самую шапку. Значит, возможно, он действительно стримит как раз на студии Влада. Но почему он тогда не снимается в видео? Не знаю, но смотри. Вторая улика связана с вот этим шкафом, который мы видели во время стрима, когда он показывал свою комнату. Этот шкаф максимально похож на наш, который стоит в студии. Вот прям один в один. Да, мы... Там даже отсколочки вот эти вот, потертости, вот эти вот, всё-всё-всё, прям идентично нашему. Это тоже действительно очень странно. Ребята, я придумал, как вы можете нам помочь. Серёга, где бы он ни был, где бы он ни прятался, он наверняка посмотрит это видео, потому что в интернете, на ютубе, очень мало расследований по поводу его пропажи. И 100% он увидит этот видос. И если вы под этим роликом напишите 10 тысяч комментариев с текстом Серёга, вернись! Он увидит, как много людей его ждут и задумается над этим. И возможно, мы действительно сможем повлиять на его возвращение в команду. Поэтому, пожалуйста, помогите нам и напишите под этим расследованием, под этим роликом. Я уже написал, кстати. Комментарий. Серёга, вернись! И вы нам очень поможете. Хорошо, мы отвлеклись что-то от расследования. Слушай, а может, Пеню спросим, что он думает по этому поводу? Пеня! Эй! Пеня! Пеня! Пенёк, ты куда пропал? Пеня! Нам же нужна его помощь. О, вот он! Пеня, ты почему от нас ушёл? Слушай, Пенёк, нельзя просто так брать и пропадать. Мы вообще-то твои друзья, да. Подожди, а что ты говоришь? Чего? Да это прикол! Да это прикол! Пеня прикалывается просто! Там даже ничего нет, смотри! Вильям! Как это вообще возможно? Ты подсними обязательно это! Это реально студия Серёги! Откуда он стримил? Это то самое место! То самое! Да как мы могли не заметить этого? Это было всё время в этой комнате? Смотрите, это действительно то самое место! Во-первых, посмотрите, это та самая шапка крокодила, в которую он постоянно стримил, и которая была в роликах А4, и мерчи, другие игрушки, с которыми взаимодействовал Серёга! Пенёк! Здесь ком включён! Он прям вот-вот-вот! Подсними обязательно! Иди сюда, оператор! Смотрите, на рабочем столе у Серёги логотип А4! Это значит, что он до сих пор считает себя в команде А4! Или, может быть, он хочет вернуться? Возможно, это отсылка, да, на это! Смотри, мои документы, мои увлечения и детские фото! Слушай, а ведь правда, в компе Серёги наверняка должна быть информация о его пропаже! Но это же неправильно, он лазит в чужом компе! Да, но мы ведь хотим найти Серёгу и вернуть его! Да, в документы захожу! Мы ничего личного трогать не будем! Ни в коем случае не заходи в детские фото! Вот документы, давай! Ага! Смотри, здесь только один документ, открой его! Да, ну-ка! Заявление! Я прошу принять меня на работу в А4 Продакшн на должность постоянного участника команды А4! Генеральному директору А4 Продакшн Владу Бумаги Сергея Антонова! Да, ну посмотри, это было 3 года назад, в 20-м году! 22 июля 20-го года, да! Как раз в тот момент Серёга и появился на канале! Зачем он хранит это заявление? Может быть, чтобы... Может, так у них там трудоустраивают людей? Я не знаю! Так а гранит он это зачем? Короче, не важно! Главное то, что мы уже начали копать! Копать! И мы... Блин! Пеня! Как мы могли не заметить это? Не знаю! Смотри! Это же скриншот из ролика про гробы, где они прятались! Да! Слушай, нужно, наверное, посмотреть что-то! Давай! Ааа! Нет! 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 Это... Смотри, это же очки! очки, как у Сереги прям! Как это вообще могло произойти? Может, они снимали новый ролик про прятки в гробах и совсем забыли о Сереге? Да это не может быть, да! Он прям весь скелет! Может, несколько добрых слов скажем? Серега, ты был хорошим стримем, клевым актером, и ты так и не прошел года! Слушай, мы никогда не были лично знакомы, но мне правда очень жаль, что все так закончилось. Я уверен, что ты был отличным парнем и наверняка много еще не успел! Чего? Пенегини! Слушай, это действительно может быть не Серега! Давай! Можно удостовериться об этом! Вытаскивай, вытаскивай! Давай, давай, давай! Ой, блин, очки у него падают! Да я думаю, это не столь важно! Давай я за голову, ты ноги бери! Давай! Я взял! А вам понесли! Подожди! Да я думаю, очки не столь важно! Вдруг это не Серега вообще! Ему очки тогда не нужны! Мы сейчас идем в лабораторию проверить ДНК этого скелета! и понять, действительно ли это Серега или это фейк! Давай, Вильям, быстрее! Блин! Да вы что, зимой этих что ли? Сегодня наш день! Ребята, да мы быстро! У нас серьезное дело! Мы, кажется, Серегу А4 нашли! Нам нужно проверить ДНК срочно! Да, ладно! Блин, Егор, пойдем в другой место снимать! А у вас там что? А, слушай, дела! А у нас там Кота Банана током ударила, но у вас тут дело посерьезней! А я думал, вы нам поможете! Да! Учитель помощи! Спасибо! Ладно, спасибо! Ну, удачи вам! Удачи с Кота Бананом! А сейчас в этой лаборатории мы выясним, действительно ли это Серега! Давай! Так, сейчас нужно небольшая щепотка ДНК, я возьму с этого последнего ребра чуть-чуть! Вот! И сюда, на микроскоп! Давай, рассматривай! Смотрю, смотрю, так! Итак, мы получили результаты этих костей, и я со стопроцентной вероятностью могу сказать, что это не Серега! И это не может не радовать, потому что это означает, что у нас еще есть шанс найти настоящего живого Серега! И вернуть его в команду! А это просто образец из школьной лаборатории! Это все фейковые пластиковые кости, как оказалось! Да! Да! Что? Смотри, он нашел какую-то визитку! Сервис по выкулу и передержке собак! Так, а здесь что? Смотри, здесь написан какой-то адрес и... Дата и время! Чего Пень? Пеня нашел это на столе Сереги А4! Это значит его визитка, ну точнее не его, а кого-то, с кем он контактирует! Возможно, у него назначена встреча по этому адресу и это время, это сегодня! Это сегодня? И сколько время? 12? А время? 11 утра! Мы еще успеваем, еще целый час! Вперед, выдвигаемся! Поехали! Погнали с нами! Так, Кирилл, слушай, судя по карте, это то место, где у Сереги запланирована встреча. Да. И она должна быть через 3 минуты. Слушай, но мы вот так вот ходя по земле, мы не сможем это найти, потому что здесь очень много территории. Ага. Мы будем очень долго искать. Стой, 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 я предлагаю дрон запустить. Точно. Давай. И благодаря дрону мы можем не спалиться. Давай быстрее, доставай дрон, давай, давай, давай. Сейчас запустим дрон и попробуем найти Серегу. Все, я залетел во двор. Ага. Сейчас. Ищем кудряшки, очки, какие там еще. Серегу, в общем. Ну, Серегу, в общем, да. Блин, я очень надеюсь, что... Вот он. Это реально Серега. Серега. Ты его собака, Люк. И он жив. Самое главное, он жив. С ним все в порядке, он реально жив. А что он здесь делает? Подожди, ему кто-то звонит. Сейчас я включу прослушку на нашем дроне и услышим, о чем он говорит. Давай. Ага. Здравствуйте, да. Ага. Да. Я звонил вам по поводу передержки. Ага. О, отлично. Мы с Люком ждем вас во дворе. О, я вас вижу, да. Все, давайте. Слушай, а что такое передержка? Не знаю, сейчас увидим. Давай подождем еще, может сейчас что-то будет. О, вот с этим человеком у него сейчас встреча, только... Он ему что-то передает, смотри, корм передает. Да, корм передает и черный конверт, видишь? Ну это деньги, в черном конверте деньги. Подожди, зачем он отдал свою собаку другому человеку? Не знаю, короче, неважно, за Серегой лети быстрее. Сейчас потеряем его. Блин, я не хочу больше терять Серегу. Давай лечу, лечу за ним. Подожди. Он что-то выронил. Подлети, посмотри, что это такое. Так, сейчас я попробую рассмотреть, что это... Подожди, мы фигня какой-то, страдаем быстрее, сейчас Серегу у тебя. там же Серега, нужно его не упустить. Блин, упусти мне Серегу. Молодой человек, молодой человек, а можно вас спросить, у вас вот, вы сейчас с человеком встречались, а он вам передал тут собаку, корм, это вообще зачем? Я просто гуляю с собаками за деньги. Он сказал, что уедет на пару дней из города и оставил мне свою собаку. Если горел, что в конверте деньги. Ладно. Блин, это же тот самый Люк. Как у тебя дела? Извините, а вы не подскажете, а может быть вы знаете, куда он мог поехать? Нет, к сожалению, я не знаю. Ты не знаешь, куда Серега пропал? Блин, ничего, не молчит. Вильям, я знаешь, что вспомнил, помнишь, Серега что-то выронил. Где-то тут, да. А, да, точно, где-то прямо здесь. Ладно, спасибо. Давай, удачи, Люк. Хороший песик. До свидания. Страна не какие-то люди. О, вот этот блокнотик. Да, открывай быстрее, быстрее открывай. Так. Подожди, а мы можем вообще смотреть? Это же чужой блокнот. Но мы пока не знаем, чей он, давай проверим, чей он. Давай. Это дневник Сереги. Да. Так, перелесни дальше. Вильям, смотри, это расписание его стримов. Ага. Тут по дням и по часам все написано. И в какие игры он будет играть? Да. Подожди. А вот с самого низу списка. Это же дата. Дата, когда он планирует вернуться на канал А4. Да. Как думаешь, стоит сказать, когда это будет? Нет, нет, я думаю, нет. Серега очень сильно расстроен. Ну, ты бы расстроился, если бы вот такой секрет выдали бы. Ладно, действительно, не стоит раскрывать этот секрет. Давай дальше. Подожди. А вот это, это сегодняшняя запись. Это адрес дома, куда он сегодня поехал. Ты знаешь, где ты? Я только чуть-чуть почерк его не понимаю. Пишет, как хирург. Это в части езды отсюда. Давай тогда, что мы ждем? Пошли. Эй, Пеня уже тачку прогрел. Да, вперед. Вот и приехали. Ты всегда так резко тормозишь? Ну, слушай, я еще учусь водить. Судя по навигатору, дом, адрес которого был в дневнике Сереги, вот он, через забор. Чуть дальше, да, вон там. Слушай, может мы пойдем просто постучимся в двери, или хотя бы в окна позаглядываем? Нет, 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 подожди. Самое первое правило охотника, это вести разведку. То есть, мы можем его сейчас спугнуть, там вдруг черный ход, если он через него убежит, я предлагаю запустить дрон. Давай дрон запустим. Ладно, действительно, если мы сейчас спугнем Серегу, тогда мы точно не поймем, куда он пропал, и почему он ушел из команды. Ладно, да, так, сейчас тогда, ага, чтобы он нас не заметил. Так, ладно, сейчас запущу дрон. У тебя же такая неприметная машина. Слушай, мы сейчас за гаражом спрятались, вряд ли он нас тут увидит. Ого, взлетаю. Ага, тут запустил. Вот дрон. Так, давай сейчас поднимаем его. Поднимай, поднимай. А, поднимай. Да, да, да. Вот так. Сейчас, смотри. Ага. Видишь, тут небольшой сад, а там за ним вот этот вот домик. Во! Это дом Сереги, представляешь? Ну, я бы не сказал, я бы не поверил, что это дом Сереги, он такой себе на самом деле. Слушай, ну, дом скромный, но, не знаю, может это просто его дача? Ну, возможно. Или, не знаю, дом родителей. Так, скорее всего. видишь кого-нибудь в окнах? Я вообще никого не вижу. Ну, может быть, если дальше пролететь, то, возможно, кто-нибудь добудет. Да на этой территории только один дом. Слушай, он сто процентов должен быть здесь, потому что он же не мог врать сам себе в расписании, в дневнике. А что если у него просто ложное? Вдруг это шифр какой-нибудь? Эти координаты, это шифр. Думаешь, он настолько гений? Ну, а вдруг? Ну, ладно, давай дальше исследовать. Мы же не все пролетели. Блин, там совсем ничего не видно, одни кусты. Сарай? Да, какой-то сарайчик, не разглядеть. Слушай, мне кажется, тут дрон бессилен. Да, отзывай его, короче, назад. Слушай, может, мы все-таки попробуем с ним нормально поговорить? Только нужно его как-то не спугнуть. Не знаю. Пень, слушай, а ты что думаешь по этому поводу вообще? Чего? Реально? Вот, вот он, вот он, Серега. Прячься, прячься. Слушай, подсними, подсними Серегу. Да, сейчас, камеру. Слушай, кто это вообще такой? Не знаю. Слушай, может ему помочь сейчас? Кирюха. Что происходит? Я заснял машину, заснял. Давай, 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 снимай ее номера. Ты уверен, что стоит ему идти помогать? Я не хочу. Слушай, может, за ними поедем? Ты что, с ума сошел, что ли? Ты хочешь с ними уехать, да? Блин, ладно, это действительно опасно. Мы, главное, засняли машину. Да, слушай, у меня есть идея. Сейчас дом пустой. Это, да, это не совсем правильно, и так делать нельзя. Мы ничего не будем воровать, мы только осмотрим дом. Мы расследуем, мы расследуем, это самое главное, мы должны понять, кто это был. Если он вел дневник, то значит, наверняка в доме тоже должны быть какие-то зацепки, и мы поймем, что с ним происходит вообще, и поймем, кто эти люди. Да. Ладно, Пеня, братишка, посторожи здесь машину, мы скоро вернемся. Давай, братик. Все, пойдем. Давай. Это просто пластик, а это альфа-пэй. Свобода платить, так как удобно тебе. Смартфоном, стикером или онлайн. Решай сам. Получайте кэшбэк 10% на все с альфа-пэй и платите как удобно. Любым смартфоном. Не просто выгодно, а альфа-выгодно. Блин, может, все-таки стоило за ними поехать? Нет. Давай лучше пойдем в дом. Пошли. Кирилл, смотри, это же телефон Сереги, по которому он разговаривал. А может быть, это кто-то из вот этих уронил? Так, давай сейчас проверим. Ага. Смотри, это же люк. Люк. Да, это тот самый. Вот, фотография еще венстея у него есть. Давай зайдем в телефон, сам телефон. Слушай, ну это личное. Я бы не стал копаться. Мы не будем показывать. Слушай, ну с другой стороны его украли, нужно разобраться в этом. Может, маме позвоним там. Так, подожди, тут пароль. Ну и все. 400. Что 400? Попробуй. Ну может так просто? Ну у меня дома такой стоит. Разблокировался. Я просто наугад сказал, я не знал пароль. Слушай, Серега, если ты это видео видишь... Я не специально. Нет, я серьезно. Будь внимательней, и пароли нужно посерьезнее ставить, потому что нужно побезопаснее себя вести. Поменяй пароль, пожалуйста. Да. Давай заметки посмотрим. Так, слушай, блин, я вообще не уверен, что стоит это показывать на видео. Ну вот слушай, он же пропал, поэтому если мы покажем информацию, это поможет его найти, потому что много людей будут знать. Ребята, если вдруг вам интересно, что внутри телефона Сереги А4, то давайте под этим роликом соберем 400 тысяч лайков. Да, это действительно много, но... Это телефон Сереги. Здесь действительно полно интересной ценной информации. Ну, ладно. Убирай, убирай, потом, когда наберется 400 тысяч, тогда покажем. Пойдем в дом. Это поможет нашему расследованию. Пойдем с нами. Веди эту съемку, и не останавливай запись ни за что. Что бы ни случилось, понял меня? Все, отлично, пойдем. Блин, высокий забор. Ну, конечно, будь я Серега, я бы тоже такой забор отбахал бы. Так, ладно. Давай, скорее, подсади меня. Куда? Давай, давай, скорее, нужно спешить. Что ты делаешь? Тут просто открыто. Просто хотел побыстрее, ладно? Пойдем. Пойдем. Блин, Серега явно не планировал уезжать. Значит, его похитили, ну, не запланировано, значит, это не друзья были. Он даже оставил свои белые кроксы. Он постоянно в них гонял и в видео снимался. Да, это его. Ладно, скорее, пойдем в дом. Дом-то не маленький, двухэтажный еще добавил. Слушай, может, разделимся? Давай, ты осмотри в этом крыле от здания, а я тут посмотрю. Ребята, вот этими штуками девочки обычно бигуди себе делают на волосах. Серега, значит, тоже так этим занимается. Так, что еще здесь есть? Освежитель для воздуха, какие-то там все пусто. Какая-то газировка непонятная. Как она вообще открывается? Ну-ка. Стоп, 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 стоп. Что? Это не газировка. Это биобальзам. А зачем он нужен? А, для волос. Это я, пожалуй, оставлю. Это Сереге надо, у него же такие волосы классные. Здесь вроде бы тоже никого. Видимо, он здесь один был. Ребята, смотрите. Несмотря на то, что он ушел из команды, у него дома полно мерча 4. Только зачем ему так много одинаковых футболок? Как в мультике прям. Нужно разобраться, куда он пропал. Кто эти люди? Как открыть это? Не знаю, может быть, он коллекционирует розетки. Во. Это чего? Кирилл! Ты чего, Деш? Я там печеньки на кухне нашел. Что? Да нельзя у него воровать печеньки. Ты чего? Там они просто открытые лежали. Что ты звал меня? Смотри, это письмо, которое направлено Сереге. Давай его прочтем. А тут много? Но мы в двух словах. Дорогой Серега, мы бы хотели пригласить тебя на особое событие. Бал Готов. А кто такие Готы? Ну, это субкультура. Во, тут они пишут о себе. Мы Готы, люди, которые ценят индивидуальность и выражают себя через свою одежду, музыку и образ жизни. В общем, Готы, это те, кто полностью одеваются в черное, собираются вместе и слушают тяжелую музыку. Ну, это как мы, если едем в машине, тоже слушаем какую-то музыку вместе. Мы Готы? Нет, там, слушай, мы все цветные, а Готы всегда в черном. Да, не суть, в общем. Подожди, так эти люди, это, видимо, как раз таки и были Готы. Они были полностью в черном и Серега, видимо, собирался на эту тусовку, поэтому отдал свою собаку другому человеку на несколько дней и, возможно, не успел собраться и его быстро увезли. То есть, это, ты хочешь сказать, ну, это незапланированное такое событие, как его забрали. Я, ну, это слишком жестко его забрали. Но Готы, они очень странные. Ну ладно, давай, а что дальше там пишется? Мы рады принять всех, кто разделяет нашу страсть к мистическому и темному искусству. Подожди. Ты подумал о том, зачем и я? Переоденемся Готами, попадем к ним на бал, спасем Серегу и вернемся домой. И, возможно, вернем его К4. Давай. Давай. У него полно черной одежды. И мы еще не были на втором этаже. Там тоже должно быть что-то готическое. И раз он заинтересовался этой субкультурой, давай переоденемся и попробуем к ним проникнуть. И тогда мы сможем спасти Серегу. Да, пойдем. Во, смотри. Здесь какая-то дискотека. Ну, без музыки. Эй! Да не кричи-то, вдруг здесь кто-то есть. Так, если кто-то есть, может, они помогут найти Серегу? Во. Смотри, у него здесь куча черных париков. Он их что, коллекционирует? Смотри, одного нету. Возможно, он один взял как раз-таки на эту тусовку Готов. Ну, он вроде без парика был. Ну, может, в карманчике было. Возможно. Слушай, так если это для образа Гота, может, мы наденем эти парики. Во, надевай. Не-не-не-не, я не девочка. У меня и так черные волосы. Я думаю, я за своего за этого сойду. Готы просто носят гибкие черные волосы. Так, подожди. А может, тут еще что-то есть? Давай посмотрим. О, смотри. Фу. Здесь всякие готские цацки. Да. Слушай, мне вот этот кристаллик нравится. Он какой-то, он прям так зеленым отдает. Ладно, давай надеваем все эти приколы, чтобы мы максимально были похожи на Гота и нас приняли в этот клуб. Слушай, ну, эти штуки лишние точно не будут. Потом мы обязательно все Сереге вернем. А, слушай, я первый... Слушай, я похож на Гота? Шкаф открылся. Видимо, это какой-то тайник. Так. Во. Что там? Смотри, здесь какая-то коробочка. Тоже вся черная в этих готических тонах. Так. А как она открывается? Я не знаю, но... Давай поосторожнее. Вдруг там какие-то тараканы. Ну, они любят всякую такую... Серега, думаешь, любит тараканов? Ну, слушай, надеюсь, Серега не любит тараканов. Я тоже. Готов? Давай. Три, два. А, ну, тут ничего страшного. Тут просто очки. Зачем ему столько очков? Смотри, там еще на каждом из них отметки. Два года, пять, десять, тринадцать. Каждый раз, когда он покупал все новые очки, он покупал такие же. Вот эти за 16 лет, а вот эти за два года. А разве в два года носят очки? Не знаю. Видимо, Серега носил. У него менялось столько зрения. Оно с каждым годом немножечко подсаживается, но стиль Серега никогда не менял. Я похож на Серегу? Или на Гота Серегу? Не знаю. Ладно, давай не будем трогать его коллекцию. Если хоть что-то пропадет, он точно это заметит. Да, согласен. А тут еще что-то есть, смотри. Сверху. Что это? Это плащи. Слушай, у меня две какие-то тряпки. Возьми. Вот этот, блин, больше на плащ похож. Давай их наденем. Это как раз нам подходит. Это похоже на одежду вот тех типов, которые забрали Серегу. Если мы будем выглядеть так же, то нас точно примут в клуб. И мы тогда сможем поговорить с Серегой. Ты где там запутался? Я запутался. Я не могу это одеть. Как это Готы вообще носят? Я думаю, что мы достаточно выглядим как Готы. Да? Да, только одеть ты уже. Во! Я не понимаю. А, во! Вильям Бруно, ты теперь один из нас. Было бы круто, если бы главный из Готов так же сказал. Слушай, как нам попасть в клуб? А у Сереги не было каких-то контактов, там позвонить, ну что-то такое? Так, телефон. Вот он у меня здесь. Доставай. Сейчас. Ноль, 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 ноль. Контакты. Во, подожди. Один из последних звонков был вот этому контакту. Я не буду показывать номер телефона, но сами посмотрите. Имя контакта главный год. Этот нам не нужно. Ладно, давай мы просто позвоним и попробуем к ним навязаться. Подожди. Стой, 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 стой. Стой, да подожди ты. Это будет странно с Серегиного телефона звонить им. Он же у них. Да, точно. Они наверняка что-то заподозрят. Давай с твоего позвоним. Так, сейчас. Давай, записывай номер. Все, окей. Звоню со своего. Так. Взяли трубку. Алло. Здравствуйте. Мы хотим вступить в ваш клан готов. Они скинули. Блин, и как мы теперь попадем в их клан? Вильям, обернись. Ой, блин. Здравствуйте. Добрый вечер. Надевай. Мы готы. Мы носим только черное. А это белые мешки. Да, почему у вас белые мешки? Ну нет у нас черных. Все, закончились. Нет. На, надевай. Извините. Надевай. Ладно, слушай. Давай поступим, как они говорят. Ну ладно, хорошо. Но это только сегодня. Потом только черные буду одевать. Подождите, а зачем вообще надевать мешки? Почему? Не задавайте лишних вопросов. Куда? Куда мы идем? Вильям. Вильям, это какие-то странные годы. Мне кажется, это фейковые годы. Потом разберемся. Главное, к Сереге попасть. Да, надеюсь, они нас приведут прямо к Сереге. В тот момент я вообще не понимал, куда нас с Кириллом ведут. Но я хотел довести это дело до конца и понять, куда пропал Серега и почему он ушел из команды. И респект Пеня за красивый пролет с дрона. Где идем? Долго. Вы пришли уже? Нет. А сейчас? Нет. А когда придем? Никогда. В смысле, а куда мы идем? Развлекал. Слушай, вот мы и веклогами дали. Так, слушай, Серегу надо обязательно найти, но я предлагаю сначала осмотреться. Ты новенький? Да. Ну, пожалуй, наши ряды. Спасибо. Круто тут у вас. Ага. О, а там еда что ли? Бесплатная. Для наших братьев. Нужно было с этого и начинать. Да. Вот это лучше не пить. А чипсы нормальные. Кирилл, смотри вот так. Видишь, он протирает очки. Ты что? Они такие же, как у нас. Это 100% Серега А4. Аргумент, аргументный. Пойдем к нему быстрее. Серега. 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 Ой, вы не Серега А4. А, да, извините, пожалуйста. Какой еще Серега А4? И вообще, вы кто такие? И что делаете на моей территории? А, да неважно. Мы хотели стать готами, вот и все просто. Да, да, мы очень хотим, ваш клан. Мы новенькие. Стать готами хотим. Так, чтобы стать настоящими готами, вам нужно пройти обряд инициации. Хорошо, а что сделать нужно? Да, как нам стать готами? А чего вообще вам пришла идея стать готами? А, ну, я всегда обожал черный цвет. Прям вот это мой самый любимый из всех миллиарда цветов. Засчитывается. А ты, кучеревенький. А, я, ну, вообще у меня есть некий список причин, почему я хочу стать готом. А, во-первых, вообще все началось с самого моего рождения. Когда я родился, то меня запеленали в черную простыню, как гота прям. А когда мне исполнилось пять, то я уже понял, что я готов стать готом. Понимаете, как это давно было? В детстве я всегда любил рисовать черными красками, только черными. У меня были и другие, у меня были все цвета вообще, все краски. У меня полно было красок, но я использовал только черные, потому что я понимал, что я гот. Все потому что... А, еще я однажды гулял на кладбище. Аргументы, конечно, хорошие у тебя, но немножко слабоватые. Давай еще что-нибудь набрось. Что тебе еще нравится? Ну, еще я розовый цвет люблю. Розовый? Зачем? Зачем ты это сказал? Я перепутал их с Эммо. Они любят и черный, и розовый. Ой, я не знаю, что сейчас будет. Вы вообще убирайтесь отсюда. И вы не достойны носить черный цвет. Снимайте его. Ирек. Что? Смотри, это же Серега сзади нас, это прям Серега. Да. А, может быть, пересдача будет какая-нибудь? Может быть, мы повторно сдадим экзамен? Да, я пошутил про розовый, я просто люблю шутки. Пересдача? Вы что, на экзамене, что ли? А ну, проваливайте, у вас есть 30 секунд, чтобы покинуть все помещение. Ребята, помогите им. Ладно, уходим, уходим. А то могут заблудиться. Олесь, Вильям, давай, давай, выходи. Блин, прости, что я про розовый сказал. Я совсем забыл, что они... Они любят черный, только черный, и больше ничего не любят. Никаких цветов. Чего? Пеня! Пеня! Как же я рад тебя видеть. Ты вообще, как нас нашел-то? GPS? Маячок? А где он? Наверное, на тебе. Меня Пеня не трогал. Слушай, он за нами следит, кажется. Ну и что? Это нам повезло, что он за нами следит. Слушай, как круто, что ты дрон с собой взял. Мы сейчас давай на дроне вернемся туда и осмотрим, что они там делают. Надо усовериться, точно ли там Серега. Потому что я, кроме футболки, ничего не... Его тоже Серегой никто не называл. А это 100% Серега. И нужно его оттуда спасать. Ну давай, давай, хорошо. Запускай. Так. Так, сейчас я залетаю в здание, где мы были. Аккуратно, залетай. Там я видел, большое окно у них есть. Вот в него залетай, давай. Да я пытаюсь, просто... Аккуратно, аккуратно. Ага, разворачивайся. Вот залетел. Главное, чтобы никто не увидел дрон. Смотри, смотри. Это Серега и главарь. Да, они о чем-то разговаривают. Включи звук. Звук. Так, ага. Серега, я смотрю, ты смышленый парень в нашей команде. И я считаю, что тебе нужно стать моей правой рукой. Ага. Правой рукой. Я бы не хотел какого-то Гота становиться. Я не понимаю. Просто Серега что, решил добровольно стать Готом и... Наверное. Смотри, они что-то зажигали. Там целый обряд сейчас будут проходить. Мы вообще-то тоже могли вот так вот коронарироваться. Понял? Если бы ты не сказал, что розовый цвет любишь. Да, ну иногда я совершаю ошибки. Во, во, во. Смотри, несет черную корону. Она такая некрасивая. Ну нормально, она просто в готическом стиле. Ну, в стиле, да, вот Готов всяких. Обалдеть. Серега теперь король Готов. Да, смотри, они все ликуют и превозносят Серегу. Да. Смотри, Серега что-то сказать хочет. Так, сейчас. Подвезти поближе. Ага. И включи звук. Сейчас еще раз звук включу. Короче, ребята, я рад, что вы все собрались здесь на этой вечеринке. Но мне правда, мне очень нравится с вами проводить время. И, простите, я немножечко переживаю, просто впервые столько внимания ко мне. А, понимаете, я всегда хотел стать Готом и очень рад, что нашел вас, встретил вас в своей жизни. Хоть и скучаю по старой команде. Влад. О, блин. Так, значит, Серега не уходил из команды. Он просто решил взять небольшой отпуск и нашел новых друзей. Просто решил побольше времени уделить именно своему хобби и своим новым друзьям. Ну, если Сереге нравится, то, в принципе, мы не имеем права что-то говорить. Но, в любом случае, я рад, что у Сереги все хорошо. Он реально жив и наше расследование завершено. Спасибо огромное, ребята, что посмотрели наш видеоролик. А также посмотрите вот этот вот видосик. Давайте, жмякайте вот прямо на вот эту кнопку и мы встретим там вас. Беня рекомендует вот этот ролик посмотреть. Вот сюда тыкайте. Давайте же. Жмите вот сюда. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok